Как вновь обрести любовь к своему персонажу? Не такая частая проблема, которую встречают у актеров, но все же она имеет место быть, и я надеюсь, что этим роликом я кому-то помогу. Меня зовут Лара Шум, я коуч по актерскому мастерству и автор учебника «Мощный актерский мастер-класс». Итак, как возникла эта тема? Дело в том, что у меня в данный момент занимается ученица, которая очень долго ходит в любительский театр. И вот она решила сниматься в кино и взяла у меня обучение. Мы с ней много работали над ее персонажем, с которым ей уже в четверг, а сегодня вторник, и я снимаю это видео, выходить на генеральной репетиции. То есть после генеральной репетиции она начнет выходить на сцену к своему зрителю. Она играет отрицательный персонаж. Мы работали очень долго над тем, чтобы полюбить и принять этот персонаж. Что она и сделала, она полюбила его всей душой. Но здесь появилось одно маленькое «но». Сегодня мы начали разбирать монолог ее актрисы, и она сказала, «Лар, я не люблю больше свой персонаж. Мне очень тяжело его играть, потому что все время говорят, что все плохо, все плохо, все плохо». «Но если бы было бы все плохо, тогда меня бы, наверное, заменили на другую актрису». Я сказала, «Да, тогда бы тебя заменили на другую актрису». «Значит, режиссер хочет, чтобы ты сделала что-то еще лучше». Но это такая его методика работы, к сожалению. Поэтому мы помним, уважаемые режиссеры, уважаемые учителя по актерскому мастерству, что все равно ученика надо поддерживать. Нам, актерам, это необходимо. Это нас вдохновляет и окрыляет на новые подвиги. Я сказала, «Хорошо, давай мы вернем обратно любовь к этому персонажу». Представь, что когда ты выйдешь на сцену, в зале, где-то вдалеке, тихонечко сидит кастинг-агент, который будет смотреть работы и выбирать актеров для игры в его следующей работе. Он ищет новых актеров в свою базу. «А теперь, уважаемые актеры, представьте, действительно, вы выходите на сцену, а в зале сидит кастинг-агент. Как вы будете играть? Намного лучше, намного эффективнее». И моя дорогая ученица сказала, «Да, это вот такая вот идея, это здорово». Но если кто-то скажет, что «Ну, я не могу поверить, что там сидит кастинг-агент, ведь его там нет». Это же неправда. Я говорю, а актер-то разве не играет неправду? Актер всегда играет неправду, просто он начинает в это верить. Это первое. А второе. Давайте вспомним то, что когда мы что-то загадываем, и наше воображение работает на это, то это желание исполняется. В таком случае, когда вы будете выходить на сцену раз за разом, и будете представлять, что действительно там сидит кастинг-агент, то он может быть действительно окажется в один прекрасный день там, и где-то вдалеке в уголочке будет сидеть и смотреть на вашу работу. Да-да, именно на вашу. Или ваш мозг начнет работать и скажет, «Вау! Я же действительно могу найти кастинг-агента!» И реально пригласить его в зал, чтобы он посмотрел на мою работу. Вот таким вот интересным способом мы вернули любовь моей ученицы к своему персонажу. Это действительно важно, потому что если вы не соединитесь со своим героем, у вас ничего не получится. Вы проиграете, выходя на сцену. Зритель вас не воспримет, и аплодисменты достанутся другому персонажу. А отрицательные персонажи, их намного сложнее играть. Так, чтобы полюбил зритель. Вот этого надо добиваться. Так, чтобы отрицательный ваш персонаж полюбил зритель. Тогда в первую очередь вы должны полюбить свой персонаж. С вами была Лара Шум. Ставь лайк, подпишись на мой канал и приходи ко мне на обучение по актерскому мастерству. Пока-пока!